Ребята, добро пожаловать в Монрепо. Это красивейший парк, скальный, пейзажный, на берегу бухтозащитный Выборгского залива, на острове Твердыш в северной части города Выборга, Ленинградской области. Монрепо в переводе с французского означает «мой покой». Так и есть, когда оказываешься внутри парка, гуляешь по лесному массиву, по красивым местам, спокойным, умиротворенным. Все волнение куда-то пропадает. Хочется бродить и наслаждаться. Историческое ядро музея-заповедника составляет усадебно-парковый ансамбль конца XVIII-начала XIX веков. В него входят памятники деревянной архитектуры и, конечно, садово-парковое искусство. Историческая часть парка ограничена приходит в лесопарковый массив, зону ценного природного ландшафта, которая находится в особом физико-географическом регионе Феноскандии. Эта территория состоит из двух больших участков, примыкающих с юга и севера к историческому ядру парка. Он характеризуется уникальными каменными грядами ледникового периода, из гранитов рапокиви. С карельского это означает «гнилой камень». На отдельных участках такие камни достигают высоты в 20 метров. Площадь парка составляет 261 гектар. Однако, во время прогулки мы думали, что очень устанем и не сможем посмотреть весь парк. Однако, все его объекты друг к другу близко расположены и мы смогли посмотреть... Извините, фанаты. Самые уникальные и самые популярные места парка. Пойдемте, и я вам их все покажу. Обратите внимание на это уникальное сооружение. Источник Нарцисс. По преданию, вода из источника способна исцелять глазные болезни. В связи с чем, первоначальным названием источника было «сильмя». Что в переводе с финского означает «глаз». Современное название источник получил после того, как был сооружен павильон со статуей Нарцисс. Это красивейшее место. Не только отдых для глаз, но и для души. Присядьте на скамеечку и послушайте, как журчит вода в источнике. Душа исцеляется. Пока мы идем до следующего объекта, давайте я вам еще немножко расскажу про парк Монрепо. Расцвет Монрепо связан с именем президента Санкт-Петербургской академии наук Людвига Генриха Николая, который приобрел имение в 1788 году. А после ухода в 1703 году в отставку, Сицелло придался украшению и воспеванию в стихах любимого поместья. По проекту его друга итальянского архитектора Жозефа Мартидайли, прежний деревянный садебный дом перестроился в стиле классицизма. Строятся библиотечные флигеры и другие помещения. А мы идем-идем дальше. Впереди хижина отшельника. Скромная постройка из березовых бревен, напоминающая простой и благочестивой жизни. К ней ведет массивный, сделанный из березы, мост. Прекрасное сооружение. Продолжим путь. Когда российское правительство захотело выкупить у семьи Николая часть поместья для строительства военных укреплений, призванных защитить выход из Сайменского канала в Финский залив, Николай землями предков торговать не стали, а сдали требуемый кусок суши в бесплатную аренду государству до тех пор, пока всем есть надобность. А дальше все интереснее и интереснее. Посмотрите, какие причудливые валуны. Думаете, они просто так стоят? Нет. Это грот желаний. Небольшой каменный проход под валунами, отделяющий царство скал от остальной части парка. Считается, что если внутри грота загадать желание, то оно обязательно сбудется. Давайте сделаем это вместе. Раз, два, три. Ребята, мое желание было, чтобы вы подписались на мой канал и обязательно лайкнули это видео. А ваше желание сбылось? После грота желаний мы потихонечку приближаемся к концу парка. Но это не совсем конец. Я вам расскажу чуть позже. И здесь мы видим прекрасную скульптуру. Я сейчас попробую ее правильно назвать. Вяйни Мёйнин. Статуя главного героя финского народного эпоса Кливала. Вяйни Мёйнина. Расположена в каменном ущелье святого Николая. Дважды уничтожалась и восстанавливалась. Это нужно увидеть. По правую руку от скульптуры находится край света. Это такое местечко. Где обозначен конец исторической части парка. После которой расположен лесной массив. Туда ведут каменные ступени. Там начинается эко-тропа. Однако я там не была. Но я очень хочу вернуться в Монрепо и еще раз посетить те места, где мне понравилось и те места, где я не успела побывать. Надеюсь, ребята, вы обязательно посетите Монрепо. Это сказочное место, которое я вам рекомендую. Дорогие ребята, если вам понравилось наше видео, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч в вашем городе Google.